Всем привет! Это Координационный Центр, меня зовут Георгий Георгиевский, и мы продолжаем серию видеоинтервью, приуроченных к 20-летию Координационного Центра. Сейчас я беседую с Павлом Карпенко, руководителем компании Колодет, который поставляет серверы для хостинг-провайдеров, для бизнеса, для дата-центров. Привет, Паша! Здрасте! Обычно беседы с друзьями я начинаю с простого, но в то же время и сложного вопроса. С чего в твоей жизни начался интернет? С модема по диалогу. Что это было? Как это выглядело? Это выглядело так, что у соседа не было денег оплачивать интернет, а у меня не было возможности купить модем. Я у него взял его попробовать в интернет выйти. И так он у меня два года и простоял. И я учился на АСУ, и мне этот модем как бы помогал что-то скачивать по учебе, какие-то программы там программировали и так далее. Денег, конечно, уходило много, но интернет у нас был. Чем для тебя тогда был интернет? Интернет? Найти что-нибудь для учебы. Скачать Масяня. Скачать Масяня. Да, было такое дело. Целый час скачалось в этом году. Скажи, пожалуйста, в тот момент, в те годы, когда для тебя начинался интернет, чем для тебя был мир хостинга, мир регистрации доменов, домены сами по себе? Знал ли ты об этом? Ничем не знал. У меня где-то был провайдер, который мне поставлял интернет через Dialog, да, Dialog Pool. Там давали такую через тильду домашнюю страничку, куда я какую-то HTML-страничку загружал, типа из серии «Привет». И, собственно, и все, какой-то домен зарегистрировать, я даже не думал об этом и не знал. А про хостинга? Вот это вот максимум, домашняя страничка от провайдера. Понятно. Все. Как ты пришел работать в интернете? В интернет? Я всегда хотел работать с компьютерами. У соседов был компьютер, мы к нему ходили часто. Но купить компьютер тогда было очень сложно. А у него он был, потому что папа был программист, работал на большой компании программистом. А когда я поступил, на тот момент уже деньги были у нас, мне купили компьютер. Вот. И я отучился. После учебы я все пытался найти работу, как бы, ну, связанную с компьютерами. И в один прекрасный момент я устроился в Нарижский Телеком. И мы благополучно весь город подключили к интернету. То есть я там принимал с самого старта все это дело. А потом я переехал в Москву. И первая моя работа была это в Карбине. Потом мне там стало мало денег. Я взял подработку в Филанко. Потом мне Филанко понравилось больше. И там людей не хватало. Мне предложили больше смен там. И дневную поддержку. Я ушел из Карбина. Плюс Карбина продалась в Билайну. А что для сотрудников было не очень хорошо. Потому что новые метла начала вместе по-новому. А старым сотрудникам это, естественно, не нравилось. Вот. И я ушел в Филанко. И в Филанко, в принципе, я уже проработав какое-то время в поддержке, мне предложили поработать в менеджерах. Потому что я не просто в техподдержке работал. Я еще иногда людям адекватно советовал, что они потом переводил на менеджеров. Это все продавалось там и так далее. И меня перевели в менеджера. В менеджерах тоже неплохо все получалось. То есть я практически со старта начал там все что-то зарабатывать, продавать. И первое время даже еще, пока бонусов не было, по выходным приезжал в поддержку работать. То есть по будням менеджером был, по выходным в поддержке. А потом, когда начал продавать уже, денег стало достаточно, и я от выходных смен отказался. Ну и таким образом я... А, сначала я работал с операторами, а потом я начал работать еще и с клиентами, которые берут колокейшн, dedicated и так далее. И все у меня от операторов ушло именно в колокейшн. Вот. Начал посещать там конференцию, хост-обзор. И таким образом, как бы, я влился во всю эту структуру. Откуда выйти невозможно. Скажи, пожалуйста, колодель, это ведь твой ник. Правильно я понимаю? Это мой ник, но расшифровывается. Он достаточно просто. Это я взял аналогию из мультика, как кота-пес. И получился колодель, колокейшн, dedicated. Здорово. То есть ты, как продавец, как человек, общающийся с клиентами, которые приходили на услугу колокейшна и dedicated сервисов, ты фактически взял себе этот ник, чтобы он служил еще одним элементом продаж. Правильно? Ну, ник я этот взял... На самом деле, когда я работал с клиентами, я хотел сделать сайт, чтобы помимо основного потока клиентов, которые приходят на основной наш сайт в компанию, чтобы у меня еще как-то клиенты со стороны приходили, и я также в этой компании эти сервера попродавал. То есть, чтобы увеличить как-то свой доход в виде бонусов. Денег, чтобы купить серверы, кому-то сдать в аренду, всю эту инфраструктуру у меня, естественно, не было. То есть я хотел сделать такой сайт. Сайт у меня сделать не получилось, на домен я тогда зарегистрировал. Не помню уже какого-то, но это было задолго до того, как я вообще сделал компанию колодет. Поэтому колодет, я считаю, как-то удачно получилось. Понятно, что это идет ассоциация со мной отдельно, это как бренд сейчас уже не работает. Ну, ничего страшного. Как случилось, что ты занялся своим собственным делом? Скучно стало. То есть из Филанка я ушел, просто мне стало скучно. Я понял, что я уже там вырос, и дальше я уже не вырасту. Ну, дальше идет уже там, условно говоря, директора, владелец бизнеса, которых, естественно, никто не подвинет. Вот. И мне захотелось что-то другого. Я уволился, начал что-то искать, там у меня раз в три не получалось. И потом в один прекрасный момент я поработал в одной компании по продаже серверов. И я, в принципе, понял, как это все работает, вся схема. Единственное, что там меня начали немножко обманывать. Мне это не понравилось. И я в один момент просто слимел, потому что клиенты, которые со мной работали, это в большинстве случаев хорошо знакомые мне люди. И чтобы этот негатив не перешел на меня, я просто ушел из этой компании и открыл новую. Потому что я не люблю, когда обо мне что-то плохого думают, да, потому что там было все не очень хорошо. И клиенты уже были, жаловались и жаловались. То есть, грубо говоря, вне работы я с этими людьми общаюсь не по работе. И мне это не нужно было. Вот. А сейчас в компании все хорошо, никто никого не обманывает, каждый зарабатывает сколько может зарабатывать. И если клиенту я сказал сроки или цены, то оно так и будет, никто ее не меняет. А там постоянно все менялось, и мне это не понравилось. Не секрет, что за прошедшие пару-тройку лет твоя компания стала фактически самым крупным поставщиком серверного оборудования для постепровайдеров. Как так получилось? Ну, она, конечно, самым крупным не стала. То есть, люди покупают все-таки в других компаниях оборудование для хостеров. Но могу сказать, что за последний год выручка достигла 200 миллионов за год. И в этом году оно будет больше. Потому что полгода еще не прошло, а мы уже почти такую же сумму собрали. Ну, на выручке. Вот. И оно будет еще больше. Так, держать. Немножко вернемся к интернету и рунету. Многие разделяют понятие интернета, ну, как большой глобальной сети, сети-сетей и пособленному такому российскому сегменту рунету. Скажи, пожалуйста, что для тебя большой интернет, что для тебя рунет, что для тебя важнее? Ну, я не вижу разницы в интернете. Большой и маленький интернет. Он и есть интернет. Что это для тебя сейчас? Если раньше ты говоришь, что это было место, где ты можешь поискать для себя информацию, в том числе для учебы, для каких-то там поисков, Масяню скачать, а что сейчас? Что вообще? Насколько он плотно в твоей личной персональной жизни? Ну, сейчас это просто я могу заказать в интернете какие-то покупки сделать, найти информацию, связаться с близкими, по работе, пообщаться. То есть, без интернета сейчас сложно. То есть, просто если выключить в телефоне интернет, то по телефонному звонку ты ничего не сделаешь. то есть, ушли те благодатные времена, когда можно было позвонить, и к тебе придут, и все разъяснят, и помогут. Сейчас все высылают куда-то там, на мессенджер, на почту, и все прочее. Если раньше этим пользовались единицы, то сейчас этим пользуются все. А что будет потом? Вот представь себе, 31-й год. Прошло 10 лет. Мы с тобой на хост-обзоре 30-летнем встретились здесь и решили тоже записать такое же интервью. Какой интернет нас будет окружать? Какие технологии будут использоваться? Мне сложно сказать, но я думаю, что звонить точно никто никому не будет. Все будут переписываться. Так, а слово интернет как таковое сохранится, или это будет что-то новое, или набор новых названий каких-то сервисов? Нет, его сложно изменить по слову. Я думаю, так и будет интернет. Здорово. В год 20-летия Координационного центра что бы ты хотел пожелать Координационному центру доменов РФ хостинговому рынку, доменному рынку в целом? Каких-то, может быть, личных пожеланий у тебя накопилось за это время? Пожелать можно только побольше доменов, поменьше всяких мошенников, связанных с доменами. А хостерам побольше клиентов. Чем больше у них клиентов, тем больше они у нас покупают сервер. Спасибо большое за беседу. Это был Павел Карпенко. Это Координационный центр. Оставайтесь с нами. Мы будем продолжать. Всего доброго. Павел Карпенко. Спасибо. Павел Карпенко.